Сейчас, когда вся страна дискутирует вокруг изменений в действующую Конституцию Российской Федерации, члены Общественной Палаты Ленинского городского округа провели свои общественные обсуждения поправок в Высший нормативный правовой акт страны. Такие круглые столы сейчас проходят по всему Подмосковью. Мероприятие инициировано Главным управлением социальных коммуникаций Московской области. Члены Общественной Палаты попытались вникнуть и разобраться в предложенных президентом России Владимиром Путиным поправках в Конституцию страны, чтобы иметь возможность компетентно объяснять их суть жителям округа. Изменения данные, я так понимаю, назрели, потому что они должны правильно быть подготовлены. Ряд экспертиз пройдены на уровне различных инстанций, поэтому наше, скажем так, низшее звено здесь общественных обсуждений – это момент подчеркивания значимости данных изменений. Конституция страны не менялась с момента ее принятия в 1993 году. Поправки несут за собой 10 основных блоков. Наиболее важные касаются должности президента страны. Теперь им может стать гражданин не моложе 35 лет и имеющий гражданство России не менее 25 лет. Президентский срок – не более двух раз по 6 лет. Члены правительства не могут иметь двойного гражданства. У Совета Федерации появляется больше полномочий. Это будет не референдум, это будет голосование народное. Оно будет проходить как обычные выборы. Проходить это голосование будет либо в начале, либо в конце апреля, в очередное, ну, в какое-то воскресенье будет определено. И что самое главное, что вот много пишут в прессе, в соцсетях, в чатах, что мнение народа не важно. Нет, кстати, решение не будет принято без голосования. То есть мнение каждого человека здесь очень важно. Голосование пройдет на всей территории Российской Федерации.